Порядка 80% загородных лагерей работают с нарушениями. Основные проблемы в пищеблоках, об этом сообщает Вести Рама со ссылкой на управление Роспотребнадзора региона. Нарушались правила отбора суточных проб, использования кухонной посуды и разделочного инвентаря, санитарного содержания, оздоровительных лагерей. Руководителям уже выписаны предписания, составлено 630 протоколов об административном правонарушении. К счастью, случаев чрезвычайных ситуаций массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний не зафиксировано. Уже организована горячая линия по организации отдыха и оздоровления детей. Номера телефонов указаны, на ваших экранах. Страшная авария под Оренбургом. На трассе Нижняя Павловка холодные ключи. Столкнулись микроавтобус Мерседес и Шевроле Ланос. По предварительным данным, автоледи, управлявшая легковушкой, выехала навстречу и влетела в микроавтобус. Два человека в Шевроле погибли. 12 пассажиров микроавтобуса получили различные травмы. Все они граждане Киргизии. На месте работали полиция, МЧС и скорая помощь. Ситуацию контролировали лично губернатор Юрий Берг и главный спасатель области Александр Зенов. Поручено выяснить причины, приведшие к трагедии, а также губернатор поручил провести тщательное расследование. Юрий Берг также дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим и близким погибших. Сегодня ночью сгорело здание бывшего общежития на Конституции. Его площадь составила 400 квадратных метров. Двухэтажное нежилое строение выгорело полностью. Произошло обрушение крыши и перекрытий. Огнеборцы ликвидировали ночной пожар в течение нескольких часов. Известно, что здание общежития признали аварийным, его жильцы были расселены. Несколько дней назад отсюда съехала последняя семья, они забрали. Вот сейчас соседи говорили, что уехали вчера-позавчера, последние вещи забрали. Мы сегодня в 12-м часу вышли, на лавочке засидели, чуем, пахнет горю. Прошло несколько минут, поворачиваем, здесь уже дым, подошли сюда и уже все, на первый и второй этаж горит с той стороны. Проводкой пахло, очень сильно пахло провод, пластмасс именно. По-видимому, после дождя коротнуло где-то все-таки. Вот это было, вот прямо, полдвенадцатого где-то было. Проходы все открыты, постоянно были, там постоянно кто-то заходил, выходил, все открыто было. По информации спасателей, тушение пожара осложнялось нехваткой источников водоснабжения поблизости. Кроме того, потребовалось время, чтобы здание отключили от электроэнергии. Причина пожара пока выясняется. Из-за грозы самолет из Сочи не смог приземлиться в Оренбурге. Боинг 737 ушел на посадочную площадку в Уфу. Как сообщает РИА-56, непогода вынудила пилотов сделать несколько кругов над аэропортом и приземлиться в столице Башкирии. И добавим, согласно прогнозам синоптиков, гроза в Оренбурге может задержаться еще на сутки. Ее будет сопровождать сильный ветер до 18 метров в секунду. Местами по области ожидается резкое понижение максимальной температуры воздуха на 10 и более градусов. В Новотроицке устранили масштабную коммунальную аварию. Причиной стало смещение грунта. Был поврежден чугунный проводник воды. И, как сообщили в пресс-службе города, водоснабжение в Новотроицке уже полностью восстановлено. Оренбуржец планирует доехать до Индии автостопом. Виталий Кузнецов уволился с любимой работы и решил совершить путешествие всей жизни. Ночует он в палатке, а питается в придорожных кафе. Свой трип он начал 1 июля, уже добрался до Хабаровска. А достичь своей цели планирует к концу года. В сети появились сайты-двойники Росреестра. Выявлено около десятка подобных порталов, которые якобы функционируют в качестве агентов, действующих от лица Росреестра и кадастровой палаты. Чтобы ввести в заблуждение пользователей, они имеют схожий дизайн и интерфейс, их адреса во многом не отличаются. Такие сетевые площадки взимают плату за услуги, которые на самом деле являются бесплатными. В Росреестре предупреждают, единственными официальными сайтами, которые предоставляют электронные услуги Росреестра, являются www.rosreestr.ru и www.cadastr.ru. Интернет-ресурсы с другими названиями, но схожей символикой, к ведомству отношения не имеют. Школа Оренбурга получит более миллиона новых учебников. Бюджет области выделил на приобретение учебной литературы более 130 миллионов рублей. Из средств муниципальных бюджетов в текущем году планируете на эти цели потратить более 55 миллионов рублей. Школы получат соответствующие госстандартам учебники по всем предметам для 7 класса, а также частично для 8, 9, 10 и 11 классов. Приобретены пособия для первоклассников по всем предметам на замену литературы, исключенные из федерального перечня. Кроме того, уже приобретены учебники для коррекционных школ-интернатов. Также в школьные библиотеки поступают электронные издания, в том числе учебники и учебные пособия. Диспансеризация изменится. Так, некоторые процедуры будут исключены, а другие напротив в нее войдут. В перечне не будет УЗИ, общих анализов мочи и крови. Однако пациентов ожидают перемены, которые касаются онкологического скрининга. Женщины в возрасте 39-49 лет смогут обследовать молочные железы один раз в три года. А вот для женщин 50-69 лет мумография будет доступна один раз в два года. Напомним, население России проходит диспансеризацию раз в три года. Новая схема обследования вступит в силу с 1 января 2018 года. Об этом пишет российская газета. Состояние городской среды оценили как плохое. Такие данные размещены на портале индексов городов России. На сайте говорится, что проект «Индекс качества городской среды» инициирован Минстроем России. Из шести оцениваемых показателей Оренбург набрал меньше всего баллов по направлениям уличная инфраструктура, озеленение и водные пространства, социально-досуговая инфраструктура и общественно-деловая инфраструктура. Авторы проекта сравнивают индекс с медицинской диагностикой, которая позволяет выявить проблемы в развитии города. По данным проекта, хуже чем в Оренбурге – состояние городской среды, в Уфе – Челябинске и Самаре. А лучше, например, в Тольятти, Стерлитамаке и Набережных Челнах. Меньше трех недель остается дом международного кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард» – одного из самых ожидаемых культурных событий этого года. За годы проведения фестиваля в нем приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира. Показано свыше тысячи фильмов, зарубежных и российских режиссеров. Прошло около 100 премьер. Уникальный приз «Золотой сармазский лев» уехал в 36 стран мира. О грядущем мероприятии сегодня на брифинге подробно рассказала министр культуры области Евгения Шевченко. Вы знаете о том, что у нас вручаются и наши такие тематические награды, такие как приз губернатора за лучший сценарий имени нашего земляка Алексея Саморядова, приз зрительских симпатий, приз гильдии киноведов и критиков, приз президента фестиваля и призов наших партнеров, спонсоров и различных общественных организаций. Все это в силе, все это будет также в течение предстоящего кинофестиваля и, конечно, особый приз фестиваля «Золотой сармазский лев» за приз в киноискусстве, за приз за вклад в киноискусство. Переходя уже к программе, потому что при всем антураже, богатым ли, средним ли, скромным ли, конечно, залоговым моментом есть и остается эта, собственно, программа, конкурсная программа, внеконкурсная программа, то, ради чего мы работаем и проводим кинофестиваль. Не устаю повторять, что кинофестиваль совершил свое благое и великое дело. Он привел зрителей в кинозалы не только на фильмы, скажем так, популярные, фильмы раскрученные, фильмы хорошо анонсируемые, фильмы, по большому счету, коммерческие, но в том числе и на кино, которое заставляет размышлять, которое заставляет думать, которое заставляет спорить, которое вызывает желание встречаться с создателями этих кинофильмов. И мы гордимся тем, что на фестивальную программу, неважно конкурсную, внеконкурсную, у нас в залах зрительные залы как минимум не пустуют, но особенно отрадно, когда там аншлаги. А аншлаги случаются все чаще и чаще. Так вот, если говорить о международном конкурсе, то будет представлено 10 фильмов, каждый фильм представят создатели. Международное жюри юбилейного кинофестиваля в этом году возглавит культовый кинорежиссер, сценарист и художник из Казахстана Рустем Абдрашев. В жюри российского конкурса «Сплетенные параллели» возглавляет Диана Ашимова, продюсер компании «Казахстан Синема ЛТД». В российском конкурсе также представлено 10 картин. Еще одна конкурсная программа в этом году состоится. Она выросла из нашей зарекомендовавшей себя программы «Актер-режиссер», где актеры пробуют свои силы в новой роли, в роли режиссеров. Очень большим спросом, большой популярностью она пользовалась как внеконкурсная программа. И в этом году было принято решение сделать ее конкурсной. Она будет называться, эта программа «Шаг» и станет, как я уже сказала, конкурсной. В ней будет вручаться свой приз. Представлены короткометражные картины и полнометражные картины, созданные актерами. Это вот что говорит, если говорить о конкурсной программе. Переходя к внеконкурсной программе, всегда большой интерес вызывает внеконкурсные программы и ретроспективы. В частности, программа сделана в России, где представлена продукция одной из известных и успешных кинокомпаний страны. Тематические программы, национальные программы, авторское кино и так далее. Поэтому эти программы также будут в этом году. Кроме того, мы несколько лет работали над тем, чтобы в полной мере были представлены наши соседи, Республика Казахстан. В этом году мы получили от них подтверждение. И Казахстан Синема дает свою программу из сердца Евразии. Мелькнула у меня мысль о том, что названием они позаимствовали у нас. Но предполагаю, что, конечно же, нет. Оренбург же все равно остается сердцем Евразии. Но программа, которую представляет Казахстан Синема, она так и называется «Из сердца Евразии». Будут представлены многочисленные картины. Я тоже приглашаю людей, которые интересуются национальным кино, приходить в залы и следить за афишей. Всего в рамках пятого международного кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и Авангард» будут представлены и показаны около 50 фильмов. Они будут представлены на традиционных площадках киноцентра «Космос», кинотеатра «Сокол» и на территории выставочного комплекса «Салют Победы» программа «Под открытым небом». Торжественное открытие мероприятия запланировано в СКК Оренбуржье. Будут организованы звездная дорожка и концерт на площади, в котором примут участие отечественные и зарубежные звезды музыки и кино. Мы по традиции пройдут по звездной дорожке участники кинофестиваля, звезды, именитые кинокритики, режиссеры. Время начала мероприятия, события 18.00. Сделаю акцент на то, что фильмом «Открытие», который пройдет в кинотеатре «Комплекс», станет работой французского кинорежиссера Стефани Брезе «Жизнь женщины». Уже спорят об этом фильме, поэтому думаю, что внимание к нему будет неизменным. Если говорить о церемонии открытия, то формат уже в прошлом году известен. События на площади перед СКК Оренбуржия для всех, кто не сможет по тем или иным причинам попасть внутрь зала, также будет представлено. Будет молодежная программа, будет концерт звезд. Ну и, соответственно, звездная дорожка, которая будет доступна всем пришедшим посмотреть на это событие. Я сделаю акцент на том, что все мероприятия, о которых я буду говорить и дальше, это мероприятия, которые доступны в плане продажи. То есть мы в этом году продаем практически все мероприятия кинофестиваля. Ну это и требование времени, но я думаю, что и результат зрительского интереса. Как церемония открытия, так и практически все последующие, за исключением, наверное, тех, которые будут проходить под открытым воздухом на открытых площадках. Все остальное, что имеет формат зала, все доступно во всех концертных кассах города. 26 августа впервые наш город посетит знаменитый актер и режиссер Олег Меньшиков со своим оркестром «Мечты иметь». Тоже невероятный интерес, очень интеллигентное, такое симпатичное событие. Я вот здесь хочу сказать огромное спасибо Андрею Анатоличу Аникиеву, который конкретно и в том числе и этот проект поддержал. Он вообще участвует в целом в нескольких мероприятиях кинофорума, кинофестиваля. Но вот за поддержку этого проекта, приезда прекрасного, потрясающего, очень интересного коллектива, я бы хотела сказать отдельное спасибо. Выступят они на площадке нашего театра «Драмы» 26 августа. Такой смелый творческий эксперимент, который синтезирует музыку и театр. В общем, не буду излишне рекламировать, проект известный. Я думаю, что есть возможность посмотреть о том, что собой он представляет. Среди других звездных гостей фестиваля российский актер, композитор, певец, продюсер Виталий Гогонский, Ольга Кармухина, заслуженная артистка России, певица Валерия Ланская, актеры театра и кино, заслуженная артист Российской Федерации Алена Бабенко и Анатолий Белый, в общем, Юрий Стоянов, Тимур Радригес и многие-многие-многие другие. Уже практически сформирован пакет, что называется, звезд, хотя не очень, наверное, корректное сравнение, но тем не менее будет на кого посмотреть, будет с кем взять интервью. Предлагаю уже начинать с нашей пресс-службы работать относительно того, какие эфиры, встречи, интервью и так далее, кто интересен, готовы проговаривать эти вопросы. Скажу, что 26 августа состоится еще одно интересное событие, которое поддержано нами, встреча, концерт Валерия Ланской в театре Файзи, тоже очень интересная молодая актриса, которая прекрасно поет, также событие, которое состоится в театре Файзи, на которое мы тоже приглашаем. В общем, коллеги, я предлагаю, чтобы я вот по каждому отдельно много не говорила, следить за нашей афишей, она у нас доступна, буду говорить дальше только о ключевых моментах. И если говорить о следующем событии, то это 27 августа, день российского кино и, как следствие, ночь кино. В этом году она будет проводиться на площадке перед Домом Советов. Я думаю, что это будет интересный синтез невероятно официального места, самого, наверное, официального места в городе и, в общем-то, такого демократичного события, как ночь кино. Уже проговорили все технические вопросы, они сложные, но мы их решаем. И я искренне приглашаю всех оренбуржцев поучаствовать, поприсутствовать. Для настоящих артистов и профессионалов своего дела нет ничего невозможного. Даже без цирковой арены выступления завораживают. Импровизированная сцена собрала сотни зрителей. Жонглеры, клоуны, ходулисты устроили настоящий праздник для тех, кто просто пришел вечером прогуляться в национальную деревню. У меня маленький мотокот, он даже отреагировал, улыбается, нравится. Это только малая часть того, что смогут увидеть зрители во время трехчасового представления. Программа уникальна. Канатоходцы под куполом цирка, воздушный гимнаст, от которых замирает сердце, и номер с мотоциклами, который не рискует повторить ни один другой цирк. Очень необычная программа. Это новый проект мега-цирка с участием такого экстремального мотошоу, где участвуют у нас девушки-каскадеры. Уже он, в принципе, зарекомендовал себя в этом городе замечательно. И очень многие хотят попасть в цирк именно из-за этого шоу. Обезьяна с гордым именем Александра нрав имеет далеко не высокомерный, а наоборот, очень игривый и дружелюбный. Она вместе со своим братом и друзьями выступит в необычной программе парад-дрессура и экзотике. Они вдвоем работают в номере группа смешанных животных, вместе с енотом, попугаями. Ну, что обезьяны умеют делать? Прыгать, куркаться, акробатические трюки всевозможные. На перше сидеть, стоять на ручках, на ножках. Все, что умеет приличная обезьяна, наши обезьяны тоже умеют. Для особо везучих розыгрыш билетов на представление. Александр Алексеевич – один из счастливчиков. Он отличился хорошими знаниями истории цирка. Мы с внучкой выиграли билеты в цирк. Наконец-то мы пойдем в мега-цирк на представление. Она очень хотела и меня послала на конкурс, потому что сама не смогла крутить обруч. Но я отыгрался и победил. Яркие, красочные и завораживающие – все это о номерах, которые ждут зрителей мега-цирка. Увидеть уникальную программу оренбургцы могут вплоть до 27 августа. Двери цирка открыты каждый четверг, субботу и воскресенье. Добрый вечер. Если сегодняшний день кажется вам обычным, то не спешите с выводами. Вполне возможно, он войдет в историю, например, как 9 августа 1900 года. Именно в этот день оренбургцы узнали о судьбе своей землячки Глафиры Пигельман. Девица эта родилась в нашем городе, закончила местную женскую гимназию, а потом взяла, да и умотала за границу во Францию. Поначалу, конечно, можно подумать плохое, но не нужно. Глафира выучилась на доктора, вышла замуж за коллегу, став при этом мадам Гаузель, и открыла собственную практику близ города Монпелье. Причем иммигрантка оказалась действительно талантливым врачом и была удостоена высшей профессиональной награды – премии в 1000 франков имени профессора Буисона. Такую премию ежегодно получали только пять врачей за особые заслуги. В общем, знай наших МНСП. 9 августа 1901 года оренбургские журналисты транслировали недовольство горожан. На сей раз досталось руководство общественной библиотеки. Корреспонденты отмечали, что в принципе в библиотеке большая коллекция книг, от художественных до специализированных научных. Возмущал скорее факт их наличия. Дело в том, что, например, самые популярные журналы, такие как «Вестники Европы» или «Новое время», было просто невозможно дождаться. Они постоянно были на руках. То же самое происходило и с бестселлерами того времени. Читатели сетуют на то, что книги самых популярных авторов, таких как Антон Чехов и Максим Горький, в библиотеке представлены всего лишь в одном экземпляре. И для того, чтобы их прочитать, приходится ждать достаточно долго. В 1962 году именно в этот день воспитанники детского сада нашли настоящий клад. История приключилась в селе Трифоновка Северного района. Дети были на прогулке, играли, и один из мальчишек нашел в земле непонятную монету. Разумеется, в том же месте стали копать всей компанией и нашли еще несколько сребреников. Тогда к раскопкам подключились взрослые и подняли из земли странный сосуд, битком набитый монетами времен Екатерины II и Павла I. Чтобы до конца представить себе масштабы находки, нужно сказать, корчага потянула на 70 килограммов. Монеты передали в Бугрусланский краевический музей. А вот как такое сокровище оказалось в земле, и почему на него не наткнулись раньше, так и осталось загадкой. Ну а 9 августа 1971 года оренбуржцы в очередной раз гордились своим летным училищем. Оренбургское высшее военно-авиационное училище было награждено Орденом Красного Знамени за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров летчиков. 9 августа 1980 года горожане встречали сводную колонну автотранспорта, которая работала на Олимпиаде в Москве. Вообще, для обслуживания такого грандиозного мероприятия страна Совета в сил не жалела. В столицу стянули специалистов со всего Союза, в том числе и водителей. Разумеется, отбирали самых опытных и надежных. Например, для водителей обязательным было наличие нагрудного знака за безаварийную работу. Всех проверяли на благонадежность и политическую сознательность, ведь водители обслуживали иностранных болельщиков, встречали, возили на стадионы экскурсии. В общем, работы было выше крыши. Зато команда Олимпиады попробовала финский сервелат, пакетированные соки и Кока-Колу. Кстати, наши водители вернулись не с пустыми руками. Я сейчас не про газировку. ЦК профсоюзов присудил Оренбургской автоколонии первое место за образцовое обслуживание туристов. Чем запомнится 9 августа 2017-го, пока загадка на любая дата. Если не меняет историю, то остается в ней точно. Завтра будет новый день и новая дата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова